здравствуйте друзья чего только не увидишь в офисе портнов компьютер скул это наши зрители они же вновь прибывшие как вы отоспались вообще отоспались здесь прекрасно спится здесь прохладные ночи так жаркие дни свежий воздух мы шикарно себя чувствуем вам там лайков понаставили что анти московский такой тренд он он всегда присутствовал вот я в советское время помню так тоже было вот поэтому ну дай бог здоровья пусть значит там разбираются со своими комплексами значит а мы смотрим на лялю тут и две ляли таких а сколько вот сколько лет собачки полтора года ой так они вот ровесники да они рядышком были привет он говорит что-нибудь у вас ну не на камеру не сразу а так мама папа а собачка что-нибудь скажет нам собачка может только облизать писать не ну камеру мы облизывать не будем так ну чего же так я смотрю вы же как местные совсем еще не боимся так вы теперь пойдете что квартиру снимать где будем снимать где-то рядом с вами а как вы сюда попали приехали как на чем машину взяли в смысле аренду в аренду почему машина в аренду ну около пятидесяти в день со страховкой да а ну вам побольше машинка нужно надо мвх3 что-то вы не стали мелочиться так с московским размахом хорошо вот друзья мы примеряем примеряем красивые шапочки у нас их много ну как она жесткая правда немножко так но зато красивые как для сэлки хорошо а вот мамка у нас ну-ка поняток вы покрутитесь что же вы так а вы так специально под таким углом а вот так теперь значит с папой сейчас мы с папой разберемся так вот теперь но маленького а маленького нас тоже найдет сейчас секундочку папа с такими вот папа скандинавт вот маленькому шапочку такое но он не любит он любит с непокрытой головы ходить слушай тебе идет тебе идет дима зовут да димон тебе идет студент работает в джиме принес майк что-то какие-то они промоушенал эти майки ну-ка давайте так невеликой да не просто сверху наденьте очень просто сверху сейчас посмотрим ой как у нас тут let's move for a better world но покрутись вот уже американская обновка у нас друзья когда мы ехали в машине там была дискуссия ребята говорили что для того чтобы открыть счет банки нужно что-то иметь и вот что там в нью-йорке рассказали нужен паспорт нужен какой-то еще документ с твоей фотографией то второй документ вода иди доктор нужно подтверждение адреса в качестве которого могут выступать счета за что бы то ни было какие-то государственные письма и что-то еще а я вам сразу сказал у нас такое безобразие нету отнюдь приходим в честь и в чейзи нам перечисляется тоже список документов которые говорили в нью-йорке а тоже то же самое скажу же самое это не наш не калифорнийский банковый со стороны то возможно но вот мы перешли через дорогу зашли банк америке у нас взяли только паспорта и со слов наколотили все адреса и и пароли явки что-то вы не по тем банкам ходите то а был с фаргова не пошли на волс фарга был чуть дальше на него не дошли я понял ну хорошо в калифорнии самый популярный такой любимый банк это был с фарга хотя и банков америка ничего и там разные есть чейзи у нас недавно совсем они как-то там прикупили пару банков и вот пришли сюда но был с фарг очень такой ну как сказать калифорнийский такой западно западно побережный то есть он и в оригоне он и в вашингтоне он и в ванкувере в канадском и на гавайях то есть он такой очень местный ну что же хорошо то есть уже некоторые победы ну да теперь вот осталось найти квартиру и перевести все свои 5 чемоданов ну если которые у вас есть просто перебазировать когда я думаю что найти квартиру это как бы вопрос а перебазировать чемоданы тоже так вторично ну в общем то да машина позволит так значит давайте вот у нас тут семейство такое вообще веселое семейство а у а он еще не обижает сестричку то еще не дорос только в ходе он всех может обидеть да ну так он мирный вроде видов и собачкой дружит собачка они вообще на одной волне они едят все вместе что он уронил собака тут же караулит он за это и ругает отнимает а ну собачки есть свой так сказать фаворит в семье о друзья вот оно это какие-нибудь студенты на работу нашли принесли конфетку друзья я хочу сказать есть вот например в среди среди населения островов тихоокеанских есть каннибалы ну или может быть раньше были по-моему и сейчас есть 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 каннибалы и у них есть поверье эти поверье таковы что вот допустим съесть кусочек мозга умного человека станешь умнее или например съесть кусочек мышцы от физически крепкого человека станешь физически крепче мы в современном мире значит для того чтобы стал что у нас тотально демонстрирует это там тоже от студентов перепадает друзья мы сами не только не покупаем но и практически не употребляем но красиво дарим менеджерам которые приходят студенты брать на практику если вы еще не брали у нас студентов на практику то вас ждут замечательные подарки так вот мы следуя этой традиции говорим так если ты хочешь найти работу в гугле получить работу в гугле съешь конфетку из коробочки который принес человек получивший работу в гугле а хочешь получить работу в фейсбуке свежь съешь конфетку из коробки который принес человек из фейсбука а если хочешь вообще какую-то работу получить просто съешь конфетку из какой-нибудь коробки неважно уже кто принес в связи с получением работы вот так что мы вот эту древнюю каннибалическую традицию перевели в современную такую я бы сказал очень либеральную и сладкую да можно мы съедим 7 съедите давайте так вам может вам пакетик какой-нибудь или прям на месте будете да нет нам для начала хоть по одной давайте давайте вот друзья вот так начинается сладкая американская жизнь ну чё я тогда с вами тогда для энергетического укрепления тоже одну съем хотя я сила стена ужасно седина города сахар полголуточная но не так они так в общем организм до вкусно вот на учительные налили кофейку вот у меня гостей тоже мы сейчас запьем кофе с конфетки даже лучше чем просто кофе а что мальчик не ест у вас конфетки ему не даем итак здесь пытаемся найти овсянку без сахара и дополнительных ингредиентов вы имеете ввиду сериал я не знаю овсянка продается просто обычная овсянка но были в волмарте были в каком-то супермаркете там только все вот это пакетированное вместе со вкусами с сахаром о я вас наличу это легко это легко можете прямо сейчас тут две минуты ходу и там и есть мы еще не определились что нам тут есть здесь очень мало круп у нас или те которые мы вот вчера были в волмарте рис что-то непонятное мелкое булгур кускус мы немножко знаем еще одно что-то такое мы не поняли и все десятками десятками разные крупы просто вы не в то место пришли десятками но в нью-йорке вообще мы ели бутерброды и кормили ребенка бутербродами мы не нашли что нам есть все очень либо соленая либо с очень слишком сладкая очень перченая либо перченая да да друзья так вот привыкаешь к березкам в такой неброской красоте вот и друг раз те пальма не наша нет пальмам моя мечта была жить там где растут пальмы я к этому давно стремилась я это очень люблю у меня папа из крыма я тебя любила и в москве мне было всегда очень холодно а там не было пальмы в крыму я не видел за там было тепло тепло да и я с юбка юбка это пальма где вы там были юбка где на юбка я была везде в любимое мое место это где дача николая второго левадия левадия хорошо ялта алушта алубка это пешком все исходил сон и я свое время объездила обходила очень хорошо знает места со старшим сыном и я ездила туда и такожили вы где в крыму также снимали всегда снимали родни уже у нас там не осталось всегда снимали то есть папа был из крыма в этом не жили сами нет папа уже давно в москве он пораспределил закончил днепропетровский университет его распределили в подольск сначала потом в химке он всю жизнь проработал на одном и том же месте никогда не менял работу он советский инженер конструктор секретных ракетных двигателей так вот очень любит свою родину нам когда мы уезжали я пожелал чтобы мы никогда не забывали откуда мы так и не забудешь да не забудешь если которые хотят забыть не могут а уж тут если специально не хотеть то чё же вот у него отношение к америке сложившиеся своеобразные я не скажу что положительно он был в денвере когда продали наши двигатели когда пошла перестройка все что было засекречено начали ну не все конечно но какую-то часть начали продавать за границу очень он по этому поводу переживал ну что ж поделаешь такая политика партии и сами американцы да не справились с разработками до которые купили поэтому выписывали потом специалистов мой папа ездил ездил помогал им все настраивать очень он переживал по этому поводу что сдает тайны и я не скажу чтобы мы здесь очень прям понравилось понятно понятно вот так потому что негативный не подольск не химки и что тут понравится ну что же хорошо ладно так минуточку вы письмо то взяли а вот за и вот за той дверью вот давайте так это торжественный момент вот за той дверью стоит принтер и прямо вот на принтере до 22 листочка бумажки все друзья можно идти снимать квартиру так ну чего значит давайте мы тогда вот что мы тогда сюжет для наших гостей закончим вот как бы у меня так не не вмещаетесь в кадр как вам мой микрофончик смотрите какой красавец на ракету похож на вашему папе понравится вот такой ракета образный но не секретный у меня первое образование тоже техник-технолог двигателя летательных аппаратов так что такое я могу в принципе и построить когда-то могла микрофон ракету а ракету микрофон раз и полетел мирно пашущий советский трактор знаете анекдот но это вот так звучало как сообщение тасс что сегодня в районе советско-китайской границы китайскими экстремистами был обстрелян мирно пашущий советский трактор ответными действиями трактор подавил три огневые точки противника и вышел на околоземную орбиту состояние трактористов нормально вот так что я пою а такой же микрофон потом кара снялся и улетел так вот перенес всю информацию там куда вот и лучше уже на марс да хорошо ведь как у нас раю какая какие идеи творческие рождаются так бы там может куда-нибудь спецслужбы какие а так сразу на марс ладно ребятки мы с вами продавать так помашем нашим зрителям помашем ручкой дима скажи пока пока у нас не очень хорошо говорит пока пока дима друзья тут в разговоре выяснилось нечто и это как бонусный сюжет значит только расскажите вы пошли гулять собачкой мы пошли гулять с детьми из собак и вечером осматривать окрестности нашли парк очень удивились тому что в парке ночью работал туалет шикарный со светом с водой с туалетной бумагой стояли восхищались и увидели услышали что рядом русскую речь я уже соскучилась по русской речи поэтому как магнита меня потянуло туда и я свое восхищение этим туалетом стала обсуждать с людьми так вот так мы завязали разговор потом разговор перешел на собак на детей и что мы первый день приехали куда кому я вот учиться в школу портного это вызвало дикий восторг так вау михаил да это же вообще наш очень хороший друг передавать ему большой привет от алика и елены да вот вспомнили как что сюда приехали что это было деревне еще что здесь значит теперь друзья теперь я добавлю значит алик и елена алекс а он учился в одной группе в институте связи вот мы с ним в одной группе учились в институте связи и он приехал сюда на пару лет раньше нас если бы не он то непонятно как бы вообще наша иммиграция сложилась потому что он научил светиных родителей как получить приглашение израиль из израиля чтобы можно было улететь из ссср все эти приглашения тогда блокировались кгб люди просто не получали кончик то есть он ему дал телефончик так ему по этому телефончику вынесли светиному папе вынесли израильский вызов отдали в телефонные будки вот так они уехали и потом сайте да как было вот это вот алик значит и я что хочу сказать вот я вас встречал в аэропорту а меня в аэропорту встречал алик земля круглая нет не она не просто круглая она обалденно круглая маленькая в первый день наткнулись на того кто встречал меня а я встречал вас а люди как а чего вы их встречаете да кстати что то вот какая энергетика какой то значит дай бог и мы кого-то встретим через 20 лет здесь и поможем вы можете гораздо раньше начать этот но главное что мы здесь 20 лет что мы зацепимся и у нас будет возможность здесь жить и растить детей и учить детей потому что мы своих вот таких привезли и уже выучили они у нас уже большие я вам скажу такую вещь мы когда приехали у нас старшая дочь единственная наша дочь она была примерно вот как ваш красавица на 2 года старше и мы были вас моложе на пару лет то есть мы не были там сильно как-то так вот отличались по возрасту так что у нас как бы все впереди еще все ребята мы прощаемся это был бонусный сюжет для нашего зрителя счастлива